Волнение? Волнение у себя, конечно, есть. Вы меня прям распомнивали. Бегу, бегу. Что мне сказать? С 8 марта? На таком самолёте Як-40 он перевозил группу Альфа в Афганистан. В авиацию попадают фанатики, а остаются друзьями. Вертолёт заходит на посадку на весеннее, чтобы выполнить подъём и спуск маршрутиста-спасателя. И сейчас мы наглядно посмотрим, как происходит тренировка по спуску и подъёму военнослужащих паршрута-спасательной группы. Мы наблюдаем сейчас спуск паршрутиста, дабы осуществить спасение какого-нибудь человека получается. Вот он сейчас касается земли, вот, и он как-то структурировал другого человека. Вот, получается... Всё, опустился. В тренировке, для тренировки. Он цепляет, получается, потерпевшего, и потерпевшего осуществляет подъём. Теперь сняется подъём человека. Непосредственно на борт уже. Ребят, спорт выполнит посадку. На борт есть. У тебя непосредственно можно будет снять вот на спорт. А вы у нас спасатели? Группа СМГГ называется, спасатель, парашютный спасатель группы. Ага. Один едет, один свяжет, остальные мы сами, парашютники. На данный момент на высоте 300. Будут спистать 35-35 метров. И поднимать. Это вы что делаете? Подолвёте. Они подчерезно спускаете, да? Одного спускают, другого поднимают. Прокомментируйте, что сейчас происходит. Уже давно работаем, молодцы. Самое главное, без происшествий. И сколько спасательных операций проводите в год? Куда из автазмонной полной опозь? В десяток? В десяток, ребята. Мы северные люди, авиация. Может, расскажите, что они ставили ветровку? Государство не спешит. Жилет, ну что на вас? Жилет там? Жилет обозначено. Где это бедство, там мы окажемся. Еще наземная команда есть. И все одеваются. Командир экипажа. Как раз у плавной таблицы, когда лёгкий состав отрабатывают такую, мы здесь содействуем. На воде, на суше, ночью. Везде они. Командир экипажа, мы ему подчиняем. Командир экипажа? Нет, экипаж вот здесь, полковник и командир экипажа. Через него все действия. И инструктором там. И записывать. Мы сейчас соблюдаем снег подъем. Вот, мы сейчас соблюдаем снег подъем. Таким образом проводим спасательные операции. Высота 40 метров. Не страшно было? Нет, привычно уже. А неподготовленный человек, можно так спускать? Нет. Но подобные. Да. Это наша машина. Мы, это совсем сложно. Не-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. А я так сильно. Мы, это что-то совсем всего. Все. В следующий секунд. Вы просто руководитель, да? Он да, связан с Хашайд, персез, был же Дениго. Сейчас лейтенант был, билл выпускник полторы, и мы дема броншерил. Броншеред был, вот, мене был, и эндит, с вот, тартеагна, ушел арбасхаруга. Сонда, сіздер, не ены, хода галайситар? Блай, воршайд ханда, от запуска двигателя до, то есть после выполнения поставленных задач экипажами и до выключения двигателя. Получается вся информация стекается сюда? Да, да. Ель Маңғызда Нарси высот? Да, Маңғыз Нарси бұл жерде енді, бұларға жаңағы жол көрсетіп, курс көрсетіп, қайда шу керек, қандай бағытта, қандай бейіктікте, сол бұл жердегі жауапкершілік өте үлкен бұларын майында. Руководитель полятов стажар Алисинатсанға лең, сәтіп өте үлкен бұл жердегі жауапкершілік өте үлкен бұл жердегі. Все получается, все по плану. Волнение есть? Волнение всегда, конечно, есть. Но? Но стараюсь все делать по плановой таблице, как учили, как меня стажируют сейчас подполковник Суздыков. Нравится? Конечно, нравится. Поздравляем не с первым. Спасибо. 917 лет разрешаем. Представьтесь, пожалуйста. Зовут вас как? Ведущий специалист метеогруппы сержант Педебаева. Я зато. Чем вы тут занимаетесь? Наблюдаю за погодой. Ежечасно произвожу орнитологическое и метеорологическое наблюдение за погодой. Передаю, то есть, погоду. Куда? У нас в части сидят наши инженеры-синоптики, им передаем погоду ежечасно. И также, когда руководители погоды, когда у нас проходят учебные полеты. Да, это мы здесь все фиксируем, да, в журнале. Здесь у нас вот орнитология, это у нас по погоде полностью все. Орнитология, это птицы? Да, по птицам полностью. То есть, перелет птиц тоже наблюдаете? Перелет птиц, да, конечно. Это у нас миграция птиц. Офицер группы метеорологического обеспечения, отдела летной подготовки, капитан Повозов. Я занимаюсь непосредственно анализом синаптической обстановки и производством прогнозов погоды для нашей доблестной авиации. Сегодня погода у нас, в принципе, простые метеоусловия, для полетов позволяет. Ничего такого в период производства полетов мы не ожидаем, никаких опасных явлений погоды. Одним словом, простые, хорошие метеорологические условия. В каких условиях не разрешается полет? В погодных условиях полеты не разрешаются в тех, которые меньше, ниже минимума командира экипажа. То есть, у каждого командира экипажа есть свой минимум погоды. Минимум погоды, да, это по горизонтали видимость, есть пределы, и по вертикали, то есть нижняя граница облаков. У каждого командира экипажа по достигнутому уровню мастерства, так сказать, есть свой минимум погоды. Если погодные условия ниже минимума командира экипажа, то полеты не производятся. А вот еще что-то следует. Этот прибор называется М49 для определения направления и скорости земли. Видите, метеоплощадка. На метеоплощадке стоит мачта ветеорологическая с вертушкой наверху. Она посредством механизма передает электронный сигнал на этот датчик. Где, если включим, мы увидим, как изменяется направление ветра по горизонтали. Здесь показывает скорость ветра. Какая сейчас скорость? Скорость сейчас 1,5-2 метра в секунду. То есть это норма? Да, это для вертолета, для захода на посадку. Спасибо. Аэродронно-техническое обеспечение. Вот первая машина топливозаправщик. Он заправляет террасы. Потом, да, вторая машина Таопа, которая дает питание на бордель. Также санитарная машина и пожарная машина. Это все машины, да, вся техника. Да, она до полета, за 2 часа мы уже на подготовке здесь стоим. Наземное обеспечение. Техника. Аэродромно-техническое обеспечение. Март месяц является знаменательной датой для авиационной службы. Так как именно 23 марта 1933 году на станции Белая, это юго-западнее города Иркутск, была создана авиационная эскадрилья. Данная авиационная эскадрилья была передистанцирована в родчество Бурундай. И 13 марта 2021 году была создана авиационная служба. Данный музей используется, как я уже говорил, в целях патриотического воспитания. У нас в Ирлийском районе имеются 3 школы, в которых есть юные авиалюбители, ученики. Ученики постоянно посещают. Мы им показываем экспозицию нашей. Это аллея памяти погибшим летчикам за всю историю создания авиационной службы. Тут указаны все фамилии военнослужащих, которые погибли при крушении авиационной техники. Катастрофа сама по себе не случается. Как сравнить это, например, большой пожар не происходит сразу сам по себе. Он происходит из одной маленькой искринки. И расследование катастроф показывает, где у нас слабые места, на что обратить внимание. И проведение профилактических мероприятий позволяет не допускать в последующем таких последствий. Современные образцы авиационной техники и воздушных судов сейчас очень продвинуты. И многие особые случаи в полете невозможно отработать. Такие, как пожар на самолете, отказ двух двигателей, разгерматизация в полете. То есть это все отрабатывается на тренажерной аппаратуре. То есть летчик уже вживую может почувствовать себя, когда у него отключаются два двигателя. Или, например, когда у него самолет горит или вертолет. То есть он уже знает, отрабатывает свои действия. Потому что при наступлении экстренных каких-то ситуаций, летному составу надо очень много выполнить действий. То есть здесь уже должно быть чисто как механически, как вы его научили, он должен действовать уже. Выполнение полетов – это всегда большой риск. В авиационной системе основным опасным фактором является человек. Потому что человеку свойственно ошибаться. И вот все мероприятия по безопасности полетов направлены на обучение, предотвращение авиационных происшествий, которые реализуются в форме обучения летного состава, проведение тренажей, практических занятий, принятие зачетов, знаний. Также выполнение учебно-тренировочных полетов, чтобы при выполнении поставленных задач уже быть подготовленным, быть профессионалом в своем деле. В авиацию попадают фанатики, а остаются трудяги. Это общая поговорка, скажем так, она на самом деле до сих пор так и есть. Потому что, чтобы стать пилотом, скажем так, профессионалом, то очень надо много трудиться и не трудиться над собой. Где-то тебе помогают, а в остальном, как правило, пилот сам собой, самосовершенствованный – это самое главное. Получается, не будет тяжелой, не будет у тебя порывов трудиться, никогда из себя нормальной летчикой не получится. В командной работе самое важное – это работа авторитет лидера. Скажем так, профессионализм и авторитет лидера. И вот в этом случае, скажем так, это экипажно работает, надо экипаж самолета, вертолета, танка, разницы нету. Большого там вездехода какого-то. Здесь на самом деле неоспоримый авторитет и персонализм командира. Это самое главное вот это. Уважаемые коллеги, хочу вас поздравить с очередной годовщиной образования авиационной службы комитета. В этот день хочу пожелать вам удачи, успехов в деле обеспечения национальной безопасности. Пожелать вам крепкого здоровья, как говорят у летчиков летного долголетия и без аварийных посадок. Редактор субтитров А.Семкин